Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Сегодня нам бы хотелось поговорить о такой, как кажется, ну, теме не очень серьезной, о теме богословия, юмора. Вообще, можно ли смеяться православному христианину? Над чем? Как долго? Нужно ли показывать зубы во время смеха? Или это должна быть благочестивая улыбка, сдерживающая смех? А смеялся ли Христос? Вот все эти вопросы мы постараемся раскрыть в нашем разговоре с философом и священником Иреем Сергеем Кредичем. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, отец! Тема, которую я сегодня вам предложил и предложил для наших телезрителей, для обсуждения и для размышления, мне кажется злободневной и актуальной ввиду того, что, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но есть в православном богословии такие белые пятна, лакуны незанятые. В частности, вот богословие тела, в рамках которой мы можем, собственно, поднимать тему юмора, в православии не разработано. Мне кажется, вот как-то на каком-то этапе христиане усвоили античную мысль о том, что тело — это клетка для души, вот, и внимание тела не должно никакого занимать, вот, наоборот, надо все, что касается телесности, этого отрешиться, вот, для того, чтобы душа могла расправить крылья. Все телесное греховно, все телесное нужно отсечь и так далее. И мне кажется, вот проблема серьезности, такой серьезности, о которой Рабле писал, что это такие агиласты, которые ни над чем не смеются, всегда воспринимают истину в последней инстанции себя носителями этой истины. И истина — это требует максимальной сдержанности, насупленности и так далее. Такими христианами сейчас полна церковь, и для них, ну, что-то противоестественным, чем-то противоестественным является даже просто улыбка, даже тот факт, что мы поднимаем сегодняшний разговор о том, смеялся ли Христос. Огромное количество философов этим вопросом задавались, ну, в частности, понятно, что все вспомнят Умберто Эко с его имя Роза, где эта тема является такой срединной. Кто-то вспомнит, может быть, Василия Розанова с его Иисусом сладчайшим и о горьких плодах мира, где он предъявлял, тогда это был просто доклад, но он предъявлял претензию тогдашним богословам, что ваш Христос не смеется, и тогда почему смеетесь вы? Или тогда, или даже вот вы ратуете за то, что, мол, культура и богословие христианства имеют точки соприкосновения, но вы же со мной в театр-то не пойдете, над анекдотом со мной не посмеетесь. И вот ряд вот таких претензий, которые предъявлены, мы попытаемся сегодня, ну, как-то разрешить, и начать хотелось бы с того, чтобы, ну, как всегда с вами разобраться с дефинициями. Давайте мы проясним, что же есть такой юмор, и насколько он греховен или не греховен, мы попытаемся в цикле наших встреч, для наших зрителей ответить. Ну что ж, действительно, я так часто пел свой припев о том, что у меня про деформацию, и я всегда начинаю с дефиниции, что это, да, составляет известную часть моего имиджа. Но, действительно, давайте подойдем к этому вопросу проблемно. То есть, во-первых, никто не говорит о там каких-то вот таких низкожанровых вещах, что-то типа там вот, ну, таких слишком соленых анекдотов, матерных частушек и так далее. То есть, в этом плане действительно прав апостол Павел о некоторых вещах христианам срамные глаголы. Но, с другой стороны, мы же ничего не можем сделать с тем, что вот некоторые вещи, они смешны. То есть, вот критерий всегда четок, и о нем невозможно спорить. Либо это смешно, либо это не смешно. Другое дело, что это может быть там низкая материя шутки, это да. И в этом плане, действительно, еще и античные люди, собственно, вот, как вы и сказали, очень многие лекалы у нас до сих пор существуют со времен античности, просто потому, что они вполне себе рабочие, и они не столько богословские, сколько общечеловеческие. Ну, и, собственно, вот, действительно, человек – это то, что следует преодолевать. То есть, даже язычник согласен, что не надо всякое желание тела немедленно удовлетворять, не надо вот всякое желание удовольствия немедленно как-то вот компенсировать и поддаваться всякому искушению. И не всякую шутку мы сможем спокойно пересказать, там, не знаю, маме, малолетнему крестнику, крестнице, там, и так далее. То есть, есть вещи смешные, вне всякого сомнения, но мы при них, о них при других, например, не говорим. То есть, это вот сразу констатируем, что мы будем говорить только о, ну, таком юморе социально одобренном. То есть, вот это вот тянется еще с античности, что вот на чем-то можно смеяться, на чем-то смеяться нельзя. Вот прежде чем мы, может быть, перейдем к античности, да, попытаемся некую эволюцию оценки юмора. Почему, к вам как к философу вопрос, почему философия вот вплотную юмором не занималась вплоть, ну, вот я вспоминаю Андрея Бергсона, только 1900 год, когда он написал трактат о юморе. До этого, как бы, сама эта тема была несколько табуирована, философия. Почему даже вот, хорошо, уберем пока христианство, богословие, там, ортодоксию и так далее, философы не занимались этой темой, как вам кажется? Да, занимались философы этой темой, и, собственно, это признак психического здоровья, если человек понимает юмор, потому что если человек не понимает юмор вообще, то это что-то либо с интеллектом, потому что, вот, как бы ты сказать, интеллектуальный человек, у него всегда есть чувство юмора, а вот если человек осознательно отказывается от интеллекта, не развивает его, то у него и чувство юмора пропадает, потому что у него пропадает способность замечать тонкие нюансы и грани смысла. Потому что юмор – это зазор между нашим животным уровнем и вечными смыслами. То есть, и заметим, я не произнес ни слова «бог», ни слова «православие», ни одного слова из религиозного лексикона. То есть, вечные смыслы и животное существование. То есть, диалог у киоска, когда «А есть ли у вас родина?» И только за счет того, что мы видим также еще и внешние, вечные вот эти смыслы, мы поднимаемся над ситуацией и можем действительно сиронизировать, что как бы родина продана и правда кончилась. Хотя на самом деле, ну, газеты это, ну, что же сразу так в драму-то впадать. И в итоге получается, что вот то богоподобие, которое в человеке заложено, оно в том числе проявляется и в юморе. Вот это очень важный момент. То есть, и философы вполне себе занимались смехом. Ну, вот уже упомянутый эко говорит нам о том, что у Аристотеля была работа, а смехи просто до нас не дошла. Во-вторых, ну, и святые шутили. Есть повествование из потеряков, когда, например, охотник идет, значит, на промысел, и вот он движется по своим угодиям, и там в одиночестве, в каком-то захолустье спасаются монахи. И он вдруг замечает, что смех какой-то раздается неподобающий, он идет на звук и видит, как там шутит надзирающий за монахами старый такой духовник, и они все смеются. Говорит, ну, как же так, вы же монахи, говорит охотник, в своем справедливом таком возмущении. На что духовник ему говорит, у тебя лук с собой, вот натягивай, натягивай. А еще можешь натянуть? Ну, могу. А еще, он говорит, ну, он сейчас порвется, я, конечно, могу сейчас дернуть, но лук тогда придет в негодность. На что старец ему говорит, ну, и вот так же и с духовным деланием. Если постоянно пребывать в серьезности, то получится, что человек неизменно испытает некий надрыв. И образ счастья, он тоже восходит к консичности. Это образ пира. То есть можем ли мы на пиру постоянно дискутировать о каких-то высоких материях. То есть где-то должно быть место шутки, где-то должно быть место чему-то несерьезному. И в конце концов общение, оно не сводится просто к обмену информацией. То есть если мы говорим о том, что человек это существо социальное, опять же, мы пока остаемся в античности. Вот просто намеренно давайте расчертим поле и только потом уже движемся, двинемся, простите, в сторону христианской парадигмы. То есть в этом плане в античности мы встречаем такой добродетель, как умеренность. То есть это так универсальное мерило, что абсолютно бесстрашный человек на самом деле не преуспеет в своих делах, потому что, скорее всего, погибнет. Ну, полнейшее бесстрастие, то есть полнейшее бесстрашие, простите, ну, равно как и бесстрастие, да, приведет его к тому, что он в какой-то ситуации поведет себя неправильно и просто погибнет. Просто руководствует, ну, полнейшим вот бесстрашием, да, дерзко, значит, не задумываясь о последствиях. Ну, один раз, второй раз, а потом последствия-то настигли, и суровая реальность человека зацеловала. И, с другой стороны, абсолютно поязливый человек также не преуспеет в своих делах. Поэтому надо сочетать, избегая обоих крайностей, то есть не бывая слишком расточительным и не бывая слишком скупым. Не бывая все время смеющимся, но и в то же время не бывая все время серьезным, ну и так далее. То есть получается вот этот аристотелевский идеал срединного пути. И в этом плане действительно хорошая шутка, она позволяет возвыситься над ситуацией, что, кстати, и возвышает человека над животным уровнем, потому что у животного выбора на самом деле нет. То есть вот как на львенок рождается, и мы все понимаем, что это будущий лев, который будет делать то-то, 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 и не будет делать вот того-то, того-то, того-то. А человек благодаря юмору может над ситуацией и подняться, увидеть какие-то вот такие грани смысла, такую игру, если угодно, о чем мы поговорим чуть попозже. Я бы предложил, точнее, поговорить чуть попозже. И это сразу дает такую поливариантность ситуации. И в этом плане античность оставляет нам, во-первых, вот этот вот идеал срединного пути. То есть если что-то есть, то это должно быть в меру. То есть все должно быть с рассуждением. И, кстати, заметим, святые отцы совершенно справедливо говорят, что любая добродетель без рассуждения – это грех. То есть есть ли безрассудная справедливость, да, есть ли безрассудная любовь, есть ли безрассудное милосердие. Ну, если отойти от высокого слога, то спрошу проще, есть ли безмозглая любовь, да, конечно. Есть ли безмозглая справедливость, да, разумеется. Встретим ли мы безмозглое милосердие, да, конечно. То есть в этом отношении надо избегать крайности. Второй момент – это образ пира как образа счастья. И, заметим, отец зовет нас на пир. Ни на симпозиум, ни в спортзал, ни организовать большой флешмоб и поделить все мироздание. Я бы тут просто для наших телезрителей уточнил, потому что нас могут смотреть те, кто Писание не читал. Очень часто в притчах Христос использует образ пира. Брачный пир. Когда он хочет сказать о том, что такое будет страшный суд или конец времен, используется образ брачного пира. Когда Христос хочет пояснить, что такое церковь и собрание верующих людей, он использует образ брачного пира. Себя часто называют женихом, невестой является сама церковь. И на этот брачный пир, он, собственно говоря, нас и приглашает. И сама богослужебная практика, литургийная, она как раз напоминает в большей степени именно такой брачный пир, на который сходятся гости. Но это я просто для тех наших зрителей, которые не подготовлены еще в чтении Писания. И в целом тоже важный момент, пир – это образ счастья. Не только это образ такого собрания, где Господь всех пригласил, и мы все такие чинно сидим. Нет, это как раз образ, если угодно, неформального общения. То есть вот все, что нужно было исполнить в плане обязанностей, это до того, как пир начался. То есть опять же, желающие могут перечитать от Луки 14 главу, там как раз вот эта вот притча про званых на пир. И там тоже все заканчивается, когда пир начинается. То есть тут уже вот тут мы разобрали этот смог, этот не смог, а почему, а как, а кого надо звать, и все вот это, что так ценится экзегетами. А но когда пир начался, то все умолкают, потому что это не лекция, это не презентация, тем более не самопрезентация. И в этом плане тоже очень важный момент. Это то, что все грани человеческой природы, то есть все то, что в нас есть, оно заложено в нас Богом. То есть это православное такое исповедание. Тут мы постепенно смещаемся от античности уже в православии, потому что для античности вот действительно с одной стороны характерно внимание к телу, и античная культура – это статуарная культура. То есть надо жить так, чтобы в любой момент стать моделью для статуи. Начиная от того, чтобы не сутулиться, и чтобы складки тоги лежали хорошо, и заканчивая тем, чтобы все наши занятия были серьезными. То есть, как бы, ну, не знаю, мужественная смерть, аллегория добродетели, юноша, постигающий науки. Но вот кто-нибудь, кто вот так свободно откинулся и хохочет, это как бы вот не совсем такая подобающая серьезная поза. И в то же время это и вот тот момент, что сома-сема, тело-клетка, тело-тюрьма. И действительно, вот удовольствия тела, они вторичны. Не то, чтобы греки не испытывали каких-то внутренних коллизий, не то, чтобы греки не придавали внимание телесным потребностям, но для них был первичен внешний опыт, а не внутренний, и для них первична была жизнь духа, а не жизнь тела. И христианство вот меняет эту парадигму, да, что Христа, распятый и воскресшего, мы проповедуем, иудеям соблавным или нам же безумие. То есть, чтобы Бог принял тело, и причем не просто как бы вынужденно, потому что просто если будет звучать голос из ниоткуда, люди напугаются. А если Господь так надевает, как костюм, мы надеваем человеческое тело, приходит что-то рассказывать, просто чтобы не напугать. А потом, как и костюм для парадных выходов, мы сами не носим каждый день, так и Господь тело, значит, сбрасывает и пребывает в духовных империях. Вот христианство говорит, нет, человеческая природа настолько возвышена и настолько хороша, что Господь с ней не разлучается более. То есть, вот как было воплощение второго лица Святой Троицы Божественного Логоса, так вот человек обожен во всех своих проявлениях. Это очень важный момент. Тут мы потихоньку подходим уже к такой проблематике, что ли. Вот все ли, что есть в человеке, должно быть развито? Или мы чего-то должны отбросить? И вот здесь постепенно расходятся. Да, я бы просто еще уточнил, мне кажется, тоже фундаментально важная вещь при разговоре о юморе, что юмор – это чисто человеческое свойство. То есть, юмор не свойственен животному. Вот, хотя мы можем пощекотать обезьянку, она будет смеяться, ну, условно говоря, там как-то хихик. А шутки обезьянок друг на другом в вольере? Ну, правда, очень примитивные. Ну, думаю, что именно как работа ума, все-таки юмор свойственен человеку. Вот. А тот же Бергсон, которого я вспомнил, Андрей, он, в частности, в трактате о юморе говорит, что юмор выполняет роль шока, ну, то есть, это является такой формой шока, когда мы живые сталкиваемся с чем-то механическим и машинальным. То есть, когда наш некий жизненный опыт сталкивается с некой рутинностью и механикой жизни. То есть, вот это столкновение живого с неживым порождает юмор, говорит Бергсон. Ну, как бы сейчас мы не будем, может быть, именно эту тему развивать, но просто интересен момент, что юмор действительно является порождением чего-то живого. И если мы говорим, что Христос действительно усвоил человеческую природу, да, и был действительно подлинным, настоящим, совершенным человеком, кроме греха, то, скорее всего, и эта функция должна быть ему знакома, опция человеческой природы. Вот. Ну, впрочем, я прошу прощения, я... Нет, собственно, да, благодарю. Действительно, мы расчерчиваем контекст, и просто, чтобы определить границы полей, в которых мы будем пребывать, то есть, нам надо определиться сначала, ну, то есть, с терминами более-менее, да, что такое юмор. Юмор — это умение возвыситься над ситуацией, увидеть вечные смыслы в каких-то вот временных или даже случайных словах. Да, и тоже поясним сразу для наших телезрителей, а то, может быть, кто-то сейчас услышит, батюшки говорят, что можно там юморить. Юмор мы сейчас рассматриваем именно как некое культурное, природное явление. Это не просто... В его лучших проявлениях. Да, это не шутка в Comedy Club, над которой где-то там смеются, а она ниже Плинтуса. То есть, это не просто анекдотец рассказанный, а это действительно такая форма взаимодействия с миром. И мы четко, наверное, должны разграничить юмор, иронию, сарказм, черный юмор. Как бы вот эти вот вещи, они не тождественны друг другу. И если, например, Христу, допустим, пока мы можем гипотетически, еще раз повторюсь, только об этом говорить, свойственен был юмор, то ему вряд ли был свойственен сарказм. Потому что это злая шутка. Шутка с высоты, когда мы смотрим с высоты вниз, когда мы господствуем над кем-то, и стремимся его каким-то образом унизить, задеть, поддеть, ткнуть в его рану. Мне кажется, это как раз несопоставимо и несовместимо со Христом, который есть Бог, который есть любовь. Поэтому, да, мы вот с терминами разъяснились, и продолжаем расчерчивать поле. То есть вот тут это такое проявление, если угодно, мировоззрения. Потому что если мы посмотрим вообще на какие-то, в принципе, наличествующие религиозные модели, то мы можем встретить там ситуацию, особенно это хорошо видно на каких-нибудь сказках примитивных народов. Примитивных не в смысле, опять же, с саркастической оценки, а в смысле, что народы, которые не имеют письменности. То есть вот мы представим, что мы письменность убрали, то есть в итоге все, что мы помним, это то, что помним лично мы, или, возможно, нам об этом рассказали дедушка с бабушкой, но и они уже всех в детали и тогда-то, будучи участником событий, не видели, не все понимали, и с годами еще кое-что забыли, а может и приукрасили. И в итоге, если мы убираем письменность, то у нас получается вот этим и ценные мифы и сказки примитивных народов, что это передача мировоззрения. Это не просто, а сейчас я расскажу вам забавные выдумки. Нет, они у костра, когда собираются, они так не думают. Это как раз передача опыта и передача мировоззренческой модели. То есть миф – это не про то, что позабавит вас сейчас добрый сказочник Дисней. Добрый сказочник Дисней сейчас занят работой над экранизацией «Золушки» в соответствии с духом эпохи. Это будет золушок темнокожий, который собирает кроссовки и там претерпевает от отчима. Ну, в этом плане, да, посмотрите, вот мы посмеялись. Именно потому, что эта вещь, то есть вот та самая история «Золушки» оказалась из контекста вынутой и помещенной в другой контекст. То есть человек с механистическим мышлением, тот, который сознательно отказался, например, от литературы, от развития языковых навыков, то есть во многом еще юмор зависит и от словарного запаса, к примеру. То есть банально, если мы начнем слишком высокопарно выражаться, то это создаст комический эффект. То есть слишком много, когда вот Пастернак, например, изучал французский по романам Гюго, то есть у него был прекрасный французский XIX века, и он смущал, к примеру, французов, говоря, обращаясь к ним, как диктор новостей, даже такой вот, ну, представьте, вот мы заходим в булочную и говорим «Ой, гои, если красная девица, сколько возьмешь и за булку сдобную». Ну, то есть просто мы же, вот к вопросу, опять же, о позиции, мы же ее не унижаем, и она нас тоже не унижает, но мы окажемся вот в такой ситуации, что ей придется решать, то ли сейчас нажимать тревожную кнопку, но не сильно, потому что вроде не грабят, но, с другой стороны, что-то не то происходит. И вот тут, в этих примитивных народах, возвращаясь к мифу как мировоззрению, мы встречаем рассказы про то, что, например, решили боги вылепить человека, и вот они сделали заготовку глиняную, ну и там какой-нибудь местный аналог Трикстера, какой-нибудь их Локи или там Кокапелли какой-нибудь, он, значит, богов чем-то отвлек, что-то бумкнуло, бахнуло, упало, они все отвернулись, а он как махорки в тесто взял и сыпанул в эту глину там гнева, злобы там и так далее, а боги не заметили. И вылепили, и вот как бы тоже интересна такая позиция, вылепили, увидели, что что-то не то, и сказали, да, сойдет, потому что, ну что теперь, переделывать что ли, ну опять все заново. То есть, это такая лень, свойственная даже богам примитивных народов. Так вот, богословская проблема состоит в том, что в христианстве такое невозможно. То есть, если мы в каких-то древних ересях находим там пролилит, которая была первым вариантом, и Господь потом учел претензии к изготовителю и пофиксил все баги, и поэтому лилит больше нет, а теперь есть у нас Ева. Ну нет, Господь, если чего-то делает в христианской традиции православной, то Он делает так, что это не требует доработок. Его невозможно отвлечь, чего-нибудь там сыпануть своего в божественный замысел, так чтобы Господь этого не заметил. И чтобы это потом вылезло, и Господь сказал, ой, ну что ж, переделывать не будем. То есть, проблема заключается в том, что в человеке юмор есть. В человеке есть гнев. В человеке есть любовь. В человеке есть леность и желание наслаждаться праздностью. То есть, вот как теперь? То есть, если бы мы сказали, что это все от дьявола, но это же в человеке есть, и поэтому это заложено Господом. И мы встречаем даже такие мнения у святых отцов, что, например, гнев был изначально заложен в человеческую природу, чтобы человек гневался на несправедливость, чтобы человек гневался на грех. То есть, даже чтобы сама мысль о грехе вызывала не просто это нерационально, а просто это вызывало такое резкое эмоциональное неприятие. И противодействие греху вот такое прям вот скорое, как вот мы действуем в гневе. С любовью то же самое. То есть, она изначально заложена в человеке. И грехопадение состояло в том, что грани человеческой природы между собой перепутались, и вот и получилось. А самая безмозглая любовь, например. Любовь – это же хорошо. Но что плохого в том, чтобы дать ребенку конфету? Что плохого в том, что если ребенок плачет, купить ему игрушку? Ну и в итоге получается, что… Тут я, конечно, большой эксперт в воспитании, безусловно. Потом вырастают избалованные дети, на которых люди смотрят и говорят, ну как так получилось? Что было плохого в шоколадке? И то же самое, кстати, и во взрослой жизни. Да, это просто вино, что в нем грех, а это просто огонь, что в нем грех. И вдруг оказывается, не грех, не грех, не грех, не грех. То, что произошло, кстати, с языческой цивилизацией. Греки провозгласили, что здоровое, естественное желание здорового тела, в общем-то, является законным. И что же произошло с греческой цивилизацией. Хотя исходный тезис-то был верным, что если хочется, то почему нет? Просто чтобы это было умеренно и аккуратно. И вот в том-то и проблема, что и смех тоже был. То есть получается, что умение смеяться и способность смеяться, рисую сказать, один из существенных моментов, который отличает человека от животного, хотя я бы поспорил с бескомпромиссным тезисом о том, что у животных юмора нет. То есть обезьянки все-таки друг над другом подшучивают. И не просто пощекотать, а напугать, кинуть чем-нибудь. Ну и так далее. Или опять же у сорок и ворон появляются вот такие, как это сказать, способности интеллекта, как понимать шутку и сделать что-то просто ради забавы. Просто потому, что это смешно. Да, тут какая-нибудь, но сейчас вот с распространением Ютуба мы имеем возможность наблюдать за животными. И ролик типа ворона катается с крыши просто потому, что здорово. Вот снег выпал, она садится, начинает ехать, расправляет крылья и как серфер управляет. Она доезжает до конца крыши, потом опять возвращается и опять едет. Вот что в этом рационального? Это не корм, это не гнездо, это не птенцы, а ей просто интересно, ей просто весело. То есть вот тут вот как раз юмор и веселье. То есть почему настороженное отношение к юмору? Потому что, как вы совершенно справедливо отметили, всегда есть пострадавший. То есть вот очень мало таких шуток, которые вот хороши без осуждения кого-либо. То есть в этом плане, кстати, заметьте, высокий театр – это комедия положений, да, то есть два близнеца потерялись, один мальчик, второй девочка, и девочку все время принимают за мальчика, а мальчика все время принимают за девочку, потому что они еще вот как-то подростки, у них вторичных половых признаков не развилось, и это просто вот комедия положений, там никто не унижен, но заметьте, какого большого мастерства требует вот это вот все. Отец Сергей, на сегодня время нашей передачи подходит к концу. Для наших телезрителей я бы хотел вновь напомнить, что мы стараемся тему рассмотреть полновесно и многогранно с разных сторон, и в следующий понедельник мы вновь с вами встретимся для уже более близкого к нам, как к христианам, разговора на основе Библии, Евангелия и так далее. Вот. На сегодня мне бы хотелось закончить, резюмируя, что действительно юмор, как свойство мыслящего существа, мыслящего человека, да, выполняет роль такого еще и антидота, антидота, который снимает напряжение, если это вдруг напряжение возникло. Это форма, вид такой молнии, которая разряжает грозовые облака. И как мы сегодня уже успели сказать, что это свойство, способность, вложенная в нас Господом Богом. Дальше, я думаю, мы продолжим, что называется, поближе к телу. Спасибо за сегодняшний разговор. Вас, дорогие друзья, мы ориентируем на то, что в следующий понедельник мы продолжим этот разговор. Присоединяйтесь к нам, храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова